Твнет, Латвия, президент Зеленский теперь может все. Как он этим воспользуется? Иван Пауков, Твнет.ЛВ, Латвия, 25 июля 2019 года. Успех партии Зеленского на досрочных парламентских выборах был хоть и предсказуем, но все равно ошеломителен. Теперь не важно даже, вступит ли слуга народа в коалицию с партией «Голос» или нет. Учитывая специфическую украинскую модель президентско-парламентской республики, победа президентской партии означает, что Владимир Зеленский объял всю полноту власти, возможную в его стране. Чего не удавалось никому из его предшественников. Большая честь, но и серьезный вызов. Справится ли президент? Хороший вопрос, и, главным образом, от того, что никто пока толком не знает, чего ожидать от нового президента. Каких только версий не наслушались мы в ходе предвыборной кампании. Начинаю с марионетки в руках Коломойского заканчивая соглашательским кремлевским проектом. А тут еще как нельзя. Кстати, 25-летие правления Александра Лукашенко подкатило, и сколько холодящих душу прогнозов с готовностью преподнесли нам СМИ. Прежде всего украинские. Не стоит, однако, придавать медийным спекуляциям слишком большое значение. Куда разумнее проанализировать не то, что мы слышали, а то, что видели. И хотя увидеть мы успели совсем немного, определенный кусочек пазла из этих фрагментов сложить все так и удается. По разным посчетам, полный и детализированный обещает опубликовать не позднее 5 августа, а позиционная платформа «За жизнь», общ, получила на выборах не менее 11,5%, но и не более 13% голосов. Да и те в подавляющем большинстве, донецко-луганского происхождения. И ни одна из партий, преодолевших 5% и краткая ценз, не выразила желания объединиться в коалицию с оппозиционным блоком Медведчука. В том числе и партия Зеленского. Это означает, что общ, сама по себе коалиционное тело, в новой Верховной Раде будет маргинализировано, как бы радостно ни трубила она в российских СМИ, что стало второй политической силой Украины. Зато в штабе Зеленского тут же заявили о желании вступить в коалицию с партией «Голос рок-звезды» и Станислава Вакарчука. Это во всех смыслах слова молодая партия при сравнительно небольшом числе отданных за нее голосов, 6,5%, тут же стала кавалером номер один во всем новообразованном салоне. Коалиции с «Голосом разом» пожелали еще две партии, Порошенковская евросолидарность, 8,8%, и Батькивщина неутомимой Юлией Тимошенко, 7,4%. На что «Голос» вполне резонно отвечал, что может выступить в блоке с любой партией, поддерживающей движение Украины в НАТО и ЕС, а также деолигархизацию, демонополизацию и немедленную реформу правосудия. Но ни на каких условиях, с пророссийскими силами. Самое любопытное тут вот что. И сам Владимир Зеленский, и ближайшее его окружение, по крайней мере нынешняя, публика пусть хоть и не пророссийских убеждений, но несомненно колониально-постсоветского покроя. Публика, для которой Россия, какой бы сегодня она ни была, ни в коем случае не за границей. Что вполне видно, и слышно. Совсем иначе с 30-летними профессионалами, составившими костяк голоса. Для них РФ, безусловно иностранное государство. Дело даже не в ее вооруженной агрессии на востоке Украины. Дело в том, что российско-евразийская имперская культурная матрица для молодых образованных городских украинцев, не просиживающих часами перед телеящиками, набитыми продукцией медвечуков и коломойских, нечто вполне экзотическое. Бесконечно далекое от мира центральноевропейского славянства, частью которого они не только себя видят, но и на деле являются. Если кого-то из той молодежи интересует имперское прошлое, то определенно относятся это к монархии Гобсбургов, но никак не Романовых. Учившиеся уже не по советским учебникам, эти люди прекрасно сведомлены, по каким причинам в западной части их страны ничто не угрожало ни языку их предков, ни их культуре. И отчего восточноукраинские земли счастья такого не имели. Даже если партия Зеленского и обойдется без коалиции, интерес президентской команды именно к этой молодежи, очень проукраинской и одновременно очень проевропейской, не случайен. Ведь они обладают тем, чего большинство друзей и приятелей нового президента, да и он сам, по ряду историк и биографических причин оказались лишены. Да и дельных спецов партии Вакарчука хватает, в отличие от окружения Зеленского. При том что, подобно людям Зеленского, все они, новые лица в украинской политике. Ничем себя пока не скомпрометировавшие. Кадровая проблема, одна из самых серьезных для Зеленского сегодня. Не будучи профессиональным политиком, хотя, судя по всему, очень способным менеджером, новый президент пока не в состоянии дать прямого ответа на вопрос, кто возглавит новое правительство. В уклончивом заявлении, главой правительства должен стать гуру экономики сквозит не то, что страх наговорить лишнего, скорее, отсутствие конкретной кандидатуры. Куда проще было врезать по рогам северному коллеге на предмет разницы между украинским и российским паспортом. Материя, благо, вполне очевидная. А тут, как на зло, не очевидно пока ничего. Кроме щедро розданных предвыборных обещаний, которые теперь поди и исполни. Народ-то с кого спрашивать будет? Ясно же, что, не с министров или парламентариев, с президента. Конечно, существуют испытанные кадры с чистой репутацией, которыми грех не воспользоваться. Например, уже известно, что некогда приглашенный Петром Порошенко из Литвы на должность министра экономики и развития, а затем им же и отстраненный, Айварас Абрамовичус теперь возглавит наблюдательный совет Украборандпрома. Несомненно, последуют и другие назначения старых спецов. И прежде всего экономистов. Ясно же, что сокрушить олигархат возможно, лишь открыв украинский рынок иностранному инвестору. На чем уже который год настаивают экономисты, и свои, и зарубежные, в Украине работающие? Насколько уклончив в данном вопросе был Порошенко, настолько Зеленские дети, хотя бы на словах, горячо поддерживают. Но кто конкретно займется их реализацией? На этот вопрос пока тоже нет внятного ответа. Пока же этого не случилось, в страну, где правовая база не дает иностранному инвестору никаких гарантий, где правоохранительные структуры не раз пойманы на рейдерских отжимах, а институт земельной собственности отсутствует до сих пор. Инвестировать не станет никто. К большой радости Ферташи, Коломойских и Ахметовых. А ведь именно экономическое процветание в ближайшем будущем обещал своему обширному электорату Владимир Зеленский. А еще обещал он быстрое окончание войны и возвращение всех украинских военнопленных домой. Ради чего выразил согласие даже на переговоры с Путиным. «Мне кажется, мы найдем понимание, потому что мне так показалось», сообщил после объявления результатов первых экзитпалов Зеленский, имея, очевидно, в виду свою недавнюю телефонную беседу с президентом РФ. Да-да, наивно слушать, как говорили в Одессе. Отдает ли президент Украины отчет, что за чушь сморозил он своим хорошо поставленным голосом? О каком понимании, потому что мне так показалось может идти речь на пятый год войны. Другое дело, что Кремль, возможно, не прочь бы и скинуть совершенно нерентабельный для него Донбасс, но едва ли на условиях, выгодных Киеву. И, между прочим, обещанных Зеленским тем, кто, голосуя за него, очень захотел поверить в чудо. Но чудо уже случилось, вчерашний Шаумин с нулевым опытом в политике выиграл выборы. Двукратно. Все возможные авансы от избирателей получены, все условные кролики уже извлечены из условной шляпы, и далее чудес не предвидится. Теперь предстоит сдержать предвыборные обещания. Пока что не ясно, каким образом. Конечно же, получив власть в полном объеме, Зеленский теоретически вполне мог бы себе позволить и забыть о них. Примеров предостаточно, хоть та же Беларусь. Другое дело, что на практике беларусизация Украины, которой уже успели постращать некоторые обозреватели, едва ли возможно. По очень простой причине, за нее некому платить. Сама Украина явно не потянет. А Кремль в любом случае не даст ни гроша, только нового батьки на шее ему сейчас и не хватало. Выстроить авторитарный режим на кредитах международных финансовых организаций не удавалось еще никому, написал 22 июля в авторской колонке «Еспрессо ТВ» Виталий Портников. Украину, как всегда, спасет ее бедность, отсутствие у большинства населения государственного инстинкта и готовность народу к сопротивлению в ситуации, когда его надежды не оправдались. Не лучший прогноз для президента Зеленского. Если, конечно, не случится настоящего чуда. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.